Я приветствую вас на своем канале. Сегодня нас ожидает новостной выпуск и, конечно, темой номер один в Турции стали пожары, которые уже добрались до Анталийского побережья. В частности, на данный момент пожарные борются с огнем сразу в трех провинциях. Это Кахраман-Мараш, Маниса, ну а также провинция Анталия. Поскольку Анталия является туристическим курортом, нас в первую очередь интересует обстановка именно на Анталийском побережье. Как сообщается, вчера около 9 часов вечера пожар вспыхнул на популярном курорте Кемер, примерно в 40 километрах от самого города Кемера, в горно-лесистой местности. Из-за ветра и жары он достаточно быстро распространялся. Превентивно были эвакуированы ряд домов и горных поселков, а пациенты Кемерского государственного госпиталя были распущены или перевезены в другие больницы. На данный момент к тушению пожаров в Кемере привлечены более 200 пожарных, ну а также 10 самолетов и 22 вертолета. По заверениям губернатора Анталии, на данный момент не пострадал ни один человек, ну а также не пострадала ни одна жилая постройка. А что же касается туристов, которые на данный момент отдыхают в Кемере? Речи об эвакуации отдыхающих пока не идет. Кроме того, сам министр культуры и туризма Турции сообщил, что ветер стихает и в течение сегодняшнего дня они постараются полностью потушить пожар. Кроме того, он подчеркнул, что в этом году Турция готова к пожарам. Судя по кадрам пожаров, которые распространяются в соцсетях, можно подумать, что пожары в Кемере уже вплотную подобрались к отелям. Но на самом деле это не так. Туроператоры постоянно поддерживают связь с отелями, ну а также с гидами и, конечно же, отслеживают обстановку. Вот, к примеру, что заявили представители туроператора Интурист. «Мы на связи с отелями и гидами. Есть небольшое задымление, немного тянет гарью, но туристическая инфраструктура работает в обычном режиме. Из отелей видно, как авиация летает и тушит пожар в горах. В настоящий момент никакие туристы никуда не переселяются». А вот, что заявили представители туроператора Тест Тур. «Сейчас огонь находится вдалеке от главной проезжей дороги Кемера, которая работает в штатном режиме. Горы и жилую зону с отелями разделяет широкая автострада. На текущий момент дым местами встречается. Запах гари отсутствует, но все зависит от изменений направления ветра». Что же касается других популярных курортов анталийского побережья, таких как Сиде, Алания, Белек и сам город Анталия, то там на данный момент никаких пожаров не зафиксировано. Самым последним данным, которые поступают в эту минуту, 80% пожаров в Кемере уже потушено и идут работы по охлаждению. Также сейчас подтверждается информация, что пожар в Кемере находится далеко в горах и даже в самый свой пик распространения не подходит к зоне с отелями ближе, чем на 5 километров. В связи с обстановкой с пожарами на курорте Кемер, Генеральное консульство России сегодня призывает всех туристов из России не покидать свои гостиницы, ну а также не посещать горные и лесные местности. Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности. Кроме того, в Генконсульстве отметили, что сейчас тщательно следят за обстановкой на курорте Кемер, а также держат постоянную связь с местными властями. Более того, они подтвердили информацию от турецких властей, согласно которой на данный момент пожар не угрожает отелям и другим объектам размещения. И вот прямо сейчас поступает самая последняя информация по обстановке с пожарами на курорте Кемер. Как сообщается, некоторые туристы все-таки поддались панике и выселились из отеля в срочном порядке. Вот что рассказывают очевидцы, которые сейчас отдыхают на курорте Кемер. Прямо сейчас из окон отеля Fame Residence Кемер & Spa видны клубы дыма. Судя по всему, горит приблизительно за Фазелис Бэй и клуб Мэтт Палмьев в сторону Кемера. Туристы сообщают, что по словам администрации отеля, пожар уходит вглубь леса. Но все-таки некоторые туристы решили выселиться из вышеупомянутой гостиницы. Более того, путешественники сообщают, что на данный момент дыма стало значительно меньше, нежели ночью. Вот что они говорят. В отеле никакого запаха не чувствуем. Гиды успокаивают. Говорят, что основной очаг уже потушили, сейчас локализуют. А вот что сообщают другие туристы. Мы в отеле Mirage Park. Дым видно, ветер дует с моря, поэтому уносит гарь в сторону гор. Запаха нет. Утром тушили наши самолеты. А недавно пролетел вертолет с надписью МЧС Беларусь. Судя по заверениям путешественников, которые сейчас пребывают в Кемере, в самом центре города, также все спокойно. Туристы продолжают отдыхать. Большинство из них не паникуют. Ну а пожарные продолжают бороться со стихией. И еще раз выражаю надежду, что в самое ближайшее время им удастся полностью потушить пожары. Если прямо сейчас вы отдыхаете на курорте Кемер, обязательно пишите в комментариях, какая у вас там обстановка. Я думаю, что эта информация будет многим весьма важна. Кроме пожаров, сегодня в Турции также было зафиксировано землетрясение в центральной части страны магнитудой 5,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Он находился в 68 километрах к северо-западу от города Османье и в 19 километрах к северу от города Казан. Далее последовало еще 16 толчков магнитуды, не превышающие 3,8. На данный момент какой-либо информации о пострадавших или повреждениях не поступает. Вот такие вот самые последние новости поступают о землетрясении, ну а также о пожарах в Турции. Будем очень надеяться на то, что пожарным сегодня удастся полностью справиться со стихией и больше сообщений о пожарах мы с вами не увидим. Ну а я предлагаю вам перейти к другим новостям. Поступает информация от авиакомпании Турецкие авиалинии, которая вознамерилась создать новую бюджетную авиакомпанию. В частности, авиаперевозчик планирует выделить из своего дочернего подразделения под названием Anadolu Jet новый лоукостер под названием Adjet. Новую компанию уже успели зарегистрировать еще 14 июля, а ее уставной капитал составляет 450 миллионов турецких лир, либо чуть больше 17 миллионов долларов. Конечно же, турецкий турбизнес с воодушевлением встретил планы по созданию нового специализированного лоукостера. Почему? Потому что еще с 2017 года туристический бизнес Турции говорил о необходимости создания такой вот бюджетной компании, которая позволит Турции повысить свою конкурентоспособность на мировом туристическом рынке. Турецкое издание Tourism Ajansi пишет о том, что низкобюджетные авиакомпании каждый день доставляют туристов из европейских городов нашим соперникам в Испанию и Грецию. Согласно исследованиям немецкого туристического журнала, уже в 2016 году половина туристов в Испанию пребывала рейсами бюджетных авиакомпаний. А значимость лоукостеров для туризма только росла, а не лучше авиакомпаний классической модели пережили пандемию. Российский турбизнес также прокомментировал эту ситуацию. Директор Pegas Touristics сообщила, что Аджет обязательно найдет своих пассажиров, но только в том случае, если действительно будет предлагать приятные тарифы. А ведь именно это, по словам экспертов, играет самую важную роль для большинства путешественников. Я буду очень тщательно следить за новостями о новой компании Аджета от турецких авиалиний. И как только начнут появляться тарифы, полетные программы, я, конечно же, вам обязательно о них сообщу. Кстати говоря, вчера на моем канале вышел очень интересный ролик, где я вам показываю новый, крутой, самый большой пиратский корабль в Турции. На котором, конечно же, могут отдыхать все желающие, отдыхающие на Анталийском побережье. В 2021 году сам большой пиратский корабль сгорел, но вот в этом году построили новый. И если вам интересно посмотреть, что же это за такое судно, обязательно переходите по ссылочке в описании. Я вам оставлю, можете посмотреть после новостного выпуска. Секундное напоминание о том, чтобы вы не забыли подписаться на мой канал, поскольку здесь вы всегда будете находить самые последние новости из мира Турции и туризма, обзоры отелей и экскурсий. Ну а также, пожалуйста, не забывайте ставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне в развитии моего канала. Я заранее вас благодарю. Ну а в Турции вновь заговорили о необходимости отменить систему «Все включено в гостиницах». На этот раз отличился президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников, который уверен, что если гостиницы все-таки отменят систему All Inclusive, то это поможет повысить доходы от туризма. В чем же заключается идея господина президента Конфедерации турецких торговцев? Он уверен, что на данный момент Турции необходимо развивать медицинский туризм, также культурный туризм, но и гастрономический. Более того, он уверен в том, что если все-таки отменить All Inclusive, то тогда туристы не будут большую часть своего времени проводить в гостиницах, а начнут выезжать на различные достопримечательности, выходить на обеды и ужины в рестораны и, соответственно, тем самым приносить больше денег. Хотя число туристов в Турции увеличивается, турист, который в среднем в Турции в 2021 году потратил 1280 долларов, в 2022 году потратил всего 901 доллар. Самая главная причина такого снижения расходов туристов на отдыхе заключается в том, что они остаются привязанными к фиксированной точке, то есть к гостинице, и недостаточно путешествуют. Президент Конфедерации турецких торговцев также говорит о том, что в Турции туризм должен приносить основной доход не только в летнее время, а вообще круглый год. И, как он считает, для этого в стране имеются все возможности. В частности, он подчеркивает, что есть прекрасное Черноморское побережье со своими культурными особенностями и кухней. Кроме того, он отмечает юго-восточную часть страны, где, конечно же, также можно увидеть совершенно другую Турцию и попробовать совершенно другие национальные блюда. В целом, если посмотреть на его идею о путешествии по самым разным уголкам Турции, я здесь его поддерживаю. Но идея о том, что для этого необходимо убрать систему «Все включено» из турецких отелей, вот здесь я с ним не согласна. Как бы это ни привело к тому, что туристы и вовсе перестанут ездить в Турцию, ведь система «Все включено» всегда была одним из главных факторов, по которым большинство путешественников и туристов выбирают Турцию для своего отдыха. Если вы спросите меня, я считаю, что в самые ближайшие годы, да и, наверное, десятилетия в Турции ни за что не отменят систему «Все включено». Но вот, к примеру, в прошлом месяце мне довелось отдыхать в отеле под названием «Дора Бодрум», где я увидела несколько иной подход к системе «Все включено». Поэтому в отеле полностью отсутствует какой-либо шведский стол и рестораны работают по системе а-ля карт ресторанов, что довольно удобно. И мне действительно понравилась такая система, когда ты приходишь в ресторан, заказываешь по меню любые понравившиеся блюда, тебя обслуживает официант, предоставляют тебе сервис. Но идея президента конфедерации турецких торговцев заключается в том, чтобы убрать постоянную возможность питаться на территории отеля и тем самым привлечь туристов к другим уголкам Турции. И, соответственно, путешествуя по стране, посещая различные достопримечательности, питаясь в самых разнообразных ресторанах, они будут тратить больше денег. Идея его заключается в этом. На самом деле, тему об отмене All Inclusive в Турции поднимали неоднократно, еще в начале этого года. Также мы об этом с вами говорили, но еще раз повторюсь, вряд ли это отменят, потому что это является одной из фишек отдыха в турецких отелях. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно делитесь своими мнениями в комментариях. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те видео, которые появятся у вас в рекомендациях. Возможно, вы их еще не смотрели. Я думаю, вам они придутся по душе. Ну, а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.